Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Хатуна. Я сняла видео достижения итоги 2019 года. Также поделилась то, какая литература, видео или спикеры послужили в достижении этих целей, повлияли на мои достижения и небольшие, такие маленькие успехи. Сегодня я хочу поделиться планами на 2020 год. Но это будут не лично прям мои-мои планы. Это будет некая структура на разные сферы жизни, которую вы можете также построить для себя. И получается, что некоторые зрители написали, что это нудно, это скучно. Но это часть моей жизни и, знаете, в жизни нужно планировать. Детям я всегда говорю, что ставьте цели, пишите планы, потому что когда ты тренируешься перепрыгнуть забор в метр высотой, то перепрыгнуть уже 50-сантиметровый забор будет намного легче, и ты по-любому возьмешь эту высоту. Поэтому планки нужно ставить иногда завышенные, и тогда что-то все равно не сбудется, какие-то цели не будут достигнуты, тем не менее. Также что-то планировать, развиваться, читать. Тема денег очень всегда волнует людей. Лично меня в моей семье сподвигло то, что в моей жизни было двое обстоятельств с военными действиями. Ну, то есть две войны. И знаете, в свое время, в 2014 году, если бы мы не планировали поездку на море, начиная с зимы, и не откладывали какие-то маленькие суммы денег на море, то нам бы просто в июне месяце не за что было бы выехать и вывезти детей с военной обстановки. И с тех пор у меня особое отношение, что нужно что-то отложить, что нужно что-то иметь, что атмосфера государства не всегда бывает стабильна. В моей жизни это вообще дважды. Я сейчас не прибедняюсь, это факт. Возможно, это нужно только мне, и другим это не нужно. И, возможно, вам покажется, кому-то это опять нудно, но пусть это видео будет, потому что это мой канал. И вот этот мой канал, он состоит не только из влогов, где я убираю, готовлю, мирю или детей, или куда-то вожу на развлекуху, или хожу с мужем. Также я и что-то читаю, что-то смотрю, что-то планирую. Поэтому приятного просмотра, если вам интересно такое видео. Я делюсь то, что мне подошло, и то, что я делала в прошлом году, и это дало результат. Я покажу вам, как это выглядит на практике. То есть я лист расчертила, а по жизни у меня в тетрадке я от руки все черчу, пишу, потому что мне так легче, как-то больше я проникаюсь, вникаю и думаю. Здесь я расчертила, и это подойдет для каждого. Очень хорошо делать это в начале года, как раз когда только год начался, или после дня рождения, когда ваш год начинается. И вы как бы ставите себе какие-то планы, можно на сезон это делать. И выглядит это вот так. Вот эти квадратики это сферы жизни человека. Например, первая сфера это физическое тело. И здесь вы пишете все от того, где вы находитесь, до того, где бы вы хотели быть. Например, может быть вам нужно сделать зубы. Вы пишете зубы. Стройное тело, само тело. Может быть волосы привести в порядок. Может быть кожу, лица или тело. Также вы пишете путь рядом. Например, на зубы нужны деньги, стоматология, на тело похудеть. Кому-то нужно посетить спортзал, а кому-то просто на стадион сходить. Волосы сходить к трихологу или обновить прическу. Просто жизнь у всех людей очень разная. И здесь, может быть, кто-то ни разу не был на педикюре и очень хочет попасть. Или на шугаринг. Так вот, запишите это в свою сферу физического тела. И когда это у вас будет перед глазами, то намного легче выделить деньги, выделить время. И сходить на ту же эпиляцию, я не знаю, или хотя бы на консультацию по зубам. Потому что начало пути это почти полпути. Вторая сфера это материальные ценности. Надо сказать, что важно каждой сфере посещать один день. То есть, это не так, что вы сегодня сели, за 5 минут заполнили все эти сферы, отложили в дальний угол и все. Так это не работает. То есть, вы выбрали одну сферу физическое тело. И вот я мою посуду, оп, я понимаю, что мне нужно сходить к стоматологу. Оп, я понимаю, что я женщина, мне нужно сходить к гинекологу. Я это, ну, просто это, да, нужно следить за своим здоровьем. Или к мамологу, например. Это доктор по груди женской. И поэтому вы что-то вспомнили, дописали, вы думаете, что какой путь к этому. Вторая сфера, второй день вы посвящаете материальные ценности. Это то, что, ну, это понятно, да. Может быть транспорт, жилье, может здесь быть сумка для кого-то, сапоги, я не знаю, шуба, куртка, пальто. Здесь у каждого свое. И так же вы пишете, например, сумка, это, ну, не знаю, деньги, да. Жилье, деньги, машина, это транспорт. Потом, когда вы будете видеть, что вам практически на все нужны деньги, начинает работать следующая какая-то такая часть мозга, которая начинает уже думать, где это все брать, как повысить. Потому что ты понимаешь, что упахиваясь больше, там, 12 часов, ну, ты загнешься за полгода. Начинаешь думать о повышении или развитии себя. Третья сфера жизни – это социальные проявления. Для женщины это очень важная сфера, потому что здесь вы пишете, каждая женщина, ну, каждая вторая. Это жена, это мама, это дочь, это тетя, это и так далее. Далее, помимо этого, еще то, что касается карьеры. Например, вы парикмахер, вы учитель, вы воспитатель. И здесь вы тоже ставите жена, да, вот какая вы жена, что вам лучше надо. Например, как жена, я лично последние, наверное, полгода, не, последние, наверное, месяца три гораздо чаще мужу говорила нет на какие-то предложения сходить в кино, съездить в Киев или еще куда-то. А потом сама не заметила, как стала упрекать его, что ему ничего не нужно. Но до этого у меня были сто нет. И поэтому просто в моем случае надо соглашаться, например, с мужем на его предложение. В других случаях может быть, что самим проявить инициативу, да, то есть что-то утихло, еще что-то. Мама, мама для детей там по отдельности или мама для всех вместе детей. Может быть, нужно больше провести времени со средним ребенком, да, или с младшим. И никакие оправдания на стремление к материальным ценностям, они не оправдывают отсутствие мамы у ребенка, дочь вы какая, ну, парикмахер. Какое ваше проявление? И также вот особенно вот эта карьерная лестница, где вы хотите быть и что вам для этого нужно, да, вот курсы, деньги, аренда помещения, что-то еще там. Следующая сфера это душа, чувства. Ну, здесь тоже все предельно ясно. Это всякие книги, театры, фильмы, что-то хорошая, музыка, что вы смотрите. Например, я четко себе написала, что я хочу в театр. Мы очень любим постановки. У нас театр после пожара, и мы, ну, у нас или в филармонии, или в Дружбе народов проходят театральные постановки. Мы ходили за двумя зайцами. Мне нравится ходить на концерты, песни и пляски, но только разных народов. Вот грузинской Сухишвили ходили давно. То есть моя душа, она требует чего-то красивого, приятного, хорошего. Вот мы были в Киеве на выставке, это плюс. И вы сюда пишите, что бы вы хотели на год. Например, как мама, вы бы хотели, я бы хотела с младшей дочерью поехать куда-то отдохнуть. С сыном пройтись тоже, отгулять выпускной. Там, как профессионал, я бы хотела еще какие-то вещи. Следующая сфера – это творчество. Вы на пятый день, вы не мешаете все. Вы не забегаете вперед, назад вернуться можно. Например, когда вы пополняете душа чувства, душа, она соприкасается с другими членами семьи. То есть вы понимаете, что в театр можно пойти как мама, как жена. Можно в театр пойти только с мужем, можно всей семьей на балет сходить, можно всей там только с дочерью в кино какое-то или на мультик. Творчество. Творчество вообще для человека очень важно, потому что человек без хобби, он пуст, он уязвим очень сильно. И эта уязвимость, она потом бьет по окружающим людям. Поэтому, если у вас нет какого-то творчества или хобби, знаете, мне мой муж часто говорит, мое хобби – это работа. Отчасти это правда. Но он не всегда, например, понимает меня, когда я сажусь и просто могу вязать 2, 3, 4 часа подряд. Но я кайфую от вот этого плетения ниток или ткачества, или что-то еще, да, какие-то еще увлечения. То есть здесь вы пишете хобби и чего бы вы хотели. Например, вы вяжете, и вы бы хотели получить доход. И у вас уже начнет думать, как бы это развивать. Или вы там вязание, или, может быть, вы читаете очень много книг, и вы тоже можете подумать, что вы хотите, прочитать ли еще одну книгу. Или, может быть, вы снимите свой отзыв на эту книгу, или напишите свой отзыв в Айрекоменс, да, и вам за это еще деньги заплатят. То есть все как-то все равно крутится вокруг денег, но чем более человек развит, тем более у него не дохода больше нет, а умение распределить то, что есть правильно. Шестая сфера жизни – это интуиция, планирование. И здесь вот я сама как-то эту сферу не очень понимаю, но у меня лично здесь написано «Я хочу домой». У меня написано вот так вот «Дом», «Квартира», «Съездить», «Проведать». Дело в том, что у нас есть своя квартира в Луганской области, мы там не живем по определенным причинам, а не наши эти причины, с 2014 года мы там не живем. Но, наверное, последний год я очень остро чувствую нужду «Я хочу домой». Я не знаю почему, мне как будто нужно оказаться в своих родных стенах, где мы делали ремонт своими руками, и то ли столкнуться с правдой лицом к лицу, то ли… Я не знаю почему, но у меня я поставила сюда план. Я хочу домой, мне на это нужны деньги, время, 5 дней, как-то мне нужно с клиентами разобраться, с работой, с моей, с семьей, с мужем этот вопрос решить. Вот я хочу приехать в свою квартиру, может быть, убрать, может быть, посмотреть на это все новыми глазами, потому что иногда очень давит, когда у тебя аренда квартиры, счета их очень много, ну, то есть это мое. У меня прям интуитивное желание съездить домой, понимаете? Ну, вот так вот. Также ваша интуиция может что-то другое подсказывать, может быть, вам нужно к мамологу, к гинекологу, может, вам нужно ребенка сводить, к лору, и это просто у вас уже тревога, вы заметили. Ну, то есть вот эта сфера, она может касаться любой другой сферы, как от души, так и до соцпроявлений. Седьмая сфера – это обучение и саморазвитие. Это очень важная сфера в жизни любого человека. Кстати, вот эти сферы может писать, чертить и заполнять и ребенок от момента, как он умеет писать. Если не умеет писать, можно картинки, рисунки до взрослого человека пенсионного возраста. Мужчины, женщины, дети. Это такая карта тренировка своего ума. Хотя бы разобраться в себе, чего ты хочешь. Может быть, когда вы глянете со стороны, у вас здесь будет чисто заполнено «Хочу театр, кино, вино и домино» и развлекаться. И вообще окажется, что вас не волнует материальные ценности, а только душевные и соцпроявления. Может быть, у вас окажется, что очень сильно страдает физическое тело. Так вот, обучение и саморазвитие. Здесь не важно, работник ли вы, госслужащий, госучреждений, там учитель, повар, медсестра, врач. Либо вы частной практикой занимаетесь. Все равно человек должен учиться развиваться. Я всегда это говорю детям. Это мое безоговорочное мнение, построенное на мнении успешных людей, успешных долгосрочно. Не так, как бабочки-однодневки, когда 10 лет люди пожили шики-блески-красота, а потом просто банкрот. Потому что не развивались и не умели инвестировать доход. Это очень важно. Вот эта сфера. Нужно всегда развиваться, читать, смотреть, слушать и посещать курсы тех людей, которые успешнее, чем вы в той или иной сфере. Вот это важно. И здесь вы уже пишете прям, может быть, курсы по мелкой моторике, если вы даже государственный воспитатель. Может быть, если вы медик, курсы какой-то косметологии. И восьмая сфера, это благодарность. Это то, что вы не заполняете сейчас, но на протяжении года, когда у вас вот эта таблица или перед глазами висит на стене, или в тетрадке в вашей рабочей. У меня просто рабочая тетрадь, у меня эта таблица в рабочей тетради сзади. Потому что у меня тетрадь где-то на полгода, и как раз вот эта карта, она у меня заполняется за полгода. И здесь вы на протяжении года просто, ну, или полгода, или сезона, или квартала, вы заполняете. Например, если вы даже сходите на консультацию к стоматологу, вы пишете, была у стоматолога. Это вообще, ну, это бомбезно. Когда ты пишешь, и ты видишь исполнение своих планов, которые оказались от тебя на километры отдалены, настолько благодарность в сердце выражается, и ты это видишь, записываешь, и это круто бомбезно. Конечно, многие из вас скажут, что это все очень похоже на колесо успеха или колесо оценки, но оно отличается все-таки. Что такое колесо успеха? Ну, это так, вдруг кто-то не знает. Это когда ставится центр, пишется я. Отсюда идут вот такие различные лучики под разными названиями. Например, мама, ну, например, Виктории, потом мама, Елисея, потом мама, Миша, я, потом я, жена, потом я, карьера, вот так вот напишу, карьера, потом, например, отдых, потом, что еще, здоровье, потом, ну, и не знаю, и так далее. Свои вы пишете сферы, и здесь вы делите вот так вот шкалу, устанавливается, например, по 10-ти бальной шкале, да, и вы начинаете оценивать себя на данный момент этап жизни. И, например, здоровье, ну, или вот я начну, мама Виктории. Ну, мама для Виктории, я где-то на, по 10-ти бальной шкале, на данный момент, где-то на пятерочку, потому что часто я оттекиваюсь, оставляю ее ради работы. И вот здесь вот у меня галочка. Мама для Елисея, я сейчас немножко больше, потому что он выпускник, он требует моего внимания. То есть, где-то на восьмерочку. Мама для Миши, я вообще, наверное, на три, потому что он уже автономно отпускается и там иногда только обращается. Жена. Жена, я вообще между 3 и 5, пускай будет 4 вот здесь вот, потому что тоже. Карьера. Фу, карьера у меня, знаете, если бы не было 10, а было 15, у меня вот сюда далеко уходит карьера где-то, потому что я просто пахарь. Я пашу, 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 пашу. И частично это продиктовано заработком, а частично просто я трудяшка. Отдых. Отдых у меня, ну, вообще 3 тоже. Я не умею отдыхать. Я то отсыпаюсь 2 дня, то опять пашу. Здоровье. Здоровье у меня мне нужно, например, зубы, тело в порядок привести, там что-то еще. Ну, пускай будет на 7. Потом хобби. Сколько времени я уделяю хобби? Было раньше хорошо, где-то 6-7. Сейчас вообще 3, и мне это тяжело. Меня это грузит. И потом что мы делаем? Мы берем и собираем вот эти все обозначения в круг. То есть мы соединяем все наши вот эти вот точечки. И смотрите, какой получился картина у меня. Ужасная. В идеале должно быть круг, колесо. И чем больше у человека диаграмма его жизни приближена к колесу, тем лучше и качественнее его жизнь. Если вот так, как у меня, это ужасный, сильнейший перевес в одну или в другую сторону, и когда вы видите, что нужно немножко уделить время своему хобби, отдыху, маме, причем разных детей, и потом детей все вместе, жене, это как ваше место в жизни. И вот мое место в жизни, я просто пахарь. Я пошел, и здесь надо также стал говорить себе правду, потому что себе-то не соврешь, что иногда я пошел ради денег, а иногда я убегаю от правды в жизни. То есть от правды семьи, потому что меня все грузят, я всем нужна поговорить, решить вопросы. И ты просто берешь, как будто тебе надо работать, но тебе можно не работать. То, что ты заработал вчера, если применить мозги, то хватит еще дня на три. Мой круг такой, он требует корректировки, и ты начинаешь, ну, просто ты вот видишь, что поднажать. Но эта диаграмма, это просто анализ. А вот эта таблица, это как путь к решению проблем. То есть полезно, в принципе, и вот так вот сделать, а потом перейти к этой таблице, заполнить ее в течение семи дней и жить, уже меняя свою жизнь в лучшую сторону. Все, спасибо вам большое, что вы были со мной. Кому это видео не нужно, думаю, что он прошел мимо. А кому нужно, надеюсь, оно принесло пользу. Все, всем пока!